Чтобы подготовить раздаточный материал, на вкладке «Файл» я выберу пункт «Печать». Откроется представление «Печать», где можно выбрать макет и другие параметры. Для начала я нажму кнопку «Макета страницы». По умолчанию выбран макет «Слайды размером во всю страницу». При его использовании страница распечатывается по ширине страницы в альбомной, то есть горизонтальной ориентации. Такой макет подойдет для слайдов с очень подробной информацией, например, для схем процессов. Если вам не нужен подобный макет для всей презентации, вы можете распечатать только один слайд, например, этот, используя параметр «Напечатать текущий слайд». Затем для остальных слайдов можно будет выбрать другой макет. Давайте взглянем на макеты в разделе «Выдачи». Они больше похожи на раздаточные материалы. Я сравню макет «Один слайд» с параметром «Слайды размером во всю страницу». В макете «Один слайд» слайд меньше, а страницы расположены в книжной вертикальной ориентации. Кроме того, здесь появились колонтитулы с датой и номерами страниц, что подчеркивает формат раздаточных материалов. Если снова взглянуть на макет слайда размером во всю страницу, можно заметить, что в нем нет колонтитулов, зато хорошо видно содержимое слайда, например, его номер. Давайте посмотрим на другие варианты раздаточных материалов. Это макет «Два слайда». А это «Три слайда». Он очень популярен, так как здесь отведено место под заметки для аудитории. В других макетах в разделе «Выдачи» размещается по 4, 6 и 9 слайдов на странице. Количество слайдов на странице фиксировано. Его нельзя изменить. Однако их можно расположить по-разному. На этих макетах слайды расположены горизонтально, слева направо. А на этих – вертикально. Я выберу пункт «Девять слайдов» по вертикали. Слайды расположатся сверху вниз, слева направо, как если бы они были в столбцах. Для этого раздаточного материала я выберу макет «Три слайда». Слайды будут хорошо видны, но при этом еще останется место для заметок. В этом макете автоматически используется книжная ориентация страницы. Слайды располагаются по вертикали, сверху вниз. Давайте сравним это с альбомной ориентацией. Если выбрать ее, слайды располагаются по горизонтали, слева направо. Мне больше нравится книжная ориентация, в ней лучше используется место на странице. Теперь подумаем, нужно ли распечатывать раздаточный материал в цвете. На моем принтере настроена цветная печать, поэтому вот что показано в области просмотра. Выглядит симпатично, но я не хочу тратить цветные чернила. Лучше распечатать презентацию в оттенках серого. Вот как она будет выглядеть. Немного увеличим, чтобы рассмотреть детали. В этом режиме все цвета на слайде преобразуются в оттенки серого. Даже трава здесь стала серой. Кроме того, в этом режиме сохраняется заливка, например, шевроны с номерами слайдов. Сравним это с черно-белой печатью. Заливка полностью исчезла. Смотрите, шеврон стал белым и номера слайдов совсем не видны. Здесь нет оттенков серого, поэтому трава стала черной. Иногда простота такого режима бывает на пользу. Однако для этого раздаточного материала я выберу режим оттенки серого, чтобы не потерять номера слайдов. Итак, мы выбрали макет, ориентацию страницы и цветовой режим печати для раздаточного материала. Далее мы рассмотрим, как изменить колон-титулы перед печатью. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...